Все рекомендации, которые комики дают в этом видео, носят исключительно дружеский и комедийный характер. Если у вас проблемы, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Все, я попил. Добрый вечер. Мы нашел, что у вас случилось. Люди в зале рассказывают нам проблемы, и мы их решаем. Все верно. А ты не забыла рассказать о других наших планах чуть-чуть в будущем? Конечно. Сейчас мы расскажем вам, что у нас случится. Все верно. 12 мая будет большой концерт Чувс. Приходите, пожалуйста. Мы без Леши Шамутила, но с Богданом Лисевским. Кто спрашивал, где он? Он будет там. Да. Нет, нет, нет. Вы-то чего хлопаете? Это для зрителей в Ютубе. Вот. Еще. Если у вас есть непреодолимое желание, чтобы мы решили вашу проблему, то пишите на почту свои проблемы. Может быть, мы их решим. А если вы хотите еще один вариант, то напишите на бумажке и дайте эту бумажку на входе, когда будете заходить в зал. И вероятность, что мы к этой проблеме обратимся, увеличится. Да. Все в описании. И почта, и ссылка на билеты на большой концерт Чувс 12 мая. И ссылка на бумажки, на которых можно написать. И на ручке тоже будет ссылка, и все это в описании. И еще возле домов ваших мы голове поставим, если вдруг можете отдать ему письмо. Вы поняли, что делать. А мы начинаем. Мы начинаем. Кто первый готов поделиться проблемой? Меня зовут Татьяна. Татьяна. У меня сегодня день рождения. С днем рождения. Спасибо. 40, сколько, 8. 40, сколько, 8. 40, сколько, 8. Кто вас научил так говорить в Ваде, кроме Боголы? Жизнь, жизнь. Это жизнь. Просто жизнь, да. Конкретная проблема. Предыдущие годы, они были очень трэшовыми. Да. Это какие, 47? Запрещенные препараты, алкоголизм, зависимости всех видов, вариантов, кроме мискалины и проституции. Ну, зависимость от проституции. Это ничего страшного. Если все остальное было, то это ничего страшного. То есть, ну, как бы было очень много трэша и, как бы, кортизол, адреналин стал нормой в моей жизни. И вот, как бы, теперь, когда ты просыпаешься утром, и никакой хуйни не происходит. Да. Побыстрее можно? Или вы что-то вкалываете сейчас? Ну, как бы, когда все в порядке, то, кажется, как бы, что-то и депрессия накатывать начинает. Так. Проблема какая? Депрессия накатывает начинает? Проблема депрессия, да. Проблема депрессия. Ну, а что ты хотела, девочка моя? Да. Ты что делала все это время? Ты разрушала себя? Конечно. Вот тебе заслуженный итог, депрессия. А ты как думала, бесследно это все пройдет? Хотела решить. Хотела у вас как бы решить. А поздно решать, я тебе скажу. Надо было головой думать. Вот будешь уроком для подрастающего поколения. То есть, как бы, вариантов нет. Вот так живешь, живешь, 48 лет, и такая, ой, хотелось бы решить, а вот раньше надо было думать. Подождите, подождите, а как же вы же решаете там 99 процентов? А мы сейчас решаем проблему других людей, которые на основе вас могут стать лучше. Вам, может, и не поможем. Окей. Но сколько людей могут не пойти по вашей дорожке. То есть, передавать микрофон. После ухода Богдана шоу как-то злее стало, да? Да. Дело не воглашусь. Дело с приходом Костя. Я не хотел просто говорить. Зато, зато появилась реальная помощь людям. Реальная? Да, кого-то приходится приносить жертву. Это в окно, только потом пойти, какая помощь? Я как будто в очереди в поликлинике сижу сейчас. Это просто дело в том, что вот два человека, Костя, вот 40, сука, один. И вот все, и началось. Чем вы занимаетесь? Я копирайтер и приемная мама. Жена, там вот эта содержанка. Приемная мама? Это что значит? Какие у вас приемные часы? Приемные часы круглосуточно. Круглосуточно работаете? Круглосуточно, да. А Лешу можно как-то принять? Леши нет, Леши нет. Леша это в другой приемной семье. Лешка, ты приемный? У нас другие. Дилех, мы, на самом деле, не знали, как ты скажешь, что ты приемный. Пришлось это все разыгрывать. Можно принять Никиту, Ивана и Сергея. Еще один есть, но у него вообще незавидная судьба. Что у него незавидная судьба? Вы его не приняли? Полное принятие. А что значит, что еще один есть, но у него незавидная судьба? Ты хочешь это знать, Лиза? Да. Человек рассказывал, что он все принимал, и он это рассказал. Он принимал все, а потом еще и трех детей принял к себе. Дети, это уже, знаешь, типа надо, ну все, меня больше ничего не прет. Давай детей. Спасибо, спасибо большое. Вот сейчас, да, за это спасибо. Ну, то есть, образно говоря, да, ваша проблема в том, что сейчас... Вы-то вообще связываете все своей бурной молодостью, да, и то, что сейчас у вас депрессивное состояние. Вы с этим связываете все. Типа скучно, без эмоциональных качелей, правильно? А что вам нравится еще в жизни, кроме... Барабаны, бубен. Варган. Так у вас столько всего, стучите. Я наслышан, что как раз в какой-то момент, когда у женщин уже, как бы, казалось бы, все, больше нечего, ничего, да, и вдруг хлоп, климакс. Ты такой, добрый вечер. Новое ощущение, и вроде бы, и вроде бы логично все, да. Но, возможно, это не выход. Переключит, но, возможно, да, волна тоже не понравится. Согласен, согласен. С днем рождения. С днем рождения. А вот вы пробовали лежать ночью, когда вам жарко, и ногу из-под одеяла вытащить? Слушайте, вот я этим буквально и живу. Еще двумя собачками. Вот ногу из-под одеяла и двумя собачками. Бубен тоже неплохо. Бубен хороший музыкант, согласен. Это Андрей Бубен? Бубен, да. Между собачками, нога из-под одеяла, нужно решить вопрос, как не выйти из окна. Так просто живите без окон, вот и все. Или живите на переезде на первый этаж, выходите каждый день. Да нет, это прекрасное решение проблем депрессии. Действительно. Чтоб не выйти из окна, нет окон, да? Нет окон, да. Вот по темнице. Окей, давайте, как будто вы решили всю эту ситуацию. Я еще новую квартиру. Нет, ты уж подождите теперь. Так, окей. Я смотрю, я слышу эту вот... Мелдотворенность, да, некоторых? Скрытую агрессию какую-то здесь. Безусловно. Значит, девочка моя, не моя, но я так скажу, да. Это уже, это уже мужское и женское. Слушайте, ребят, я себя почувствовала? Я как будто дома. И мои родители здесь. Реально, как же здорово. Они как будто нам депрессию пытаются отдать свою. Знаете? Я вот сейчас вижу в кости отца. Слушайте, слушайте, вы в своей жизни, да, все-таки действительно много чего уже испытали ярко-красочного, да? И краски, я думаю, тоже. И лако-красочного тоже, и ярко-красочного. И вообще, мне кажется, в какой-то момент, вот лично, я тоже в свое время много чего пробовал, да, сейчас тоже ищу удовольствие в неком таком единении со спокойствием, да? Вот в этом вот умиротворении, да, в вечном бесконечном. Да-да-да-да-да-да-да. Идите к реке. К реке, да. Попробуйте пройти. Реки рядом нет. А вот и зачем вам рядом? Вам еще идти? Да, физически идти. Идти? Значит, гуглите реку ближайшую. Идете к реке. Пешком. У меня были, например, отношения, где были эмоциональные качели постоянно, и потом, когда это пропало, какое-то время было как будто непонятно, как добывать этот кайф. Пустовато. Ну, пустовато, да. Но на самом деле, если чуть-чуть переждать вот этот вот люфт и дать возможность жизни... Вы, пиздец, меня слушаете? Да, конечно, конечно. Я, блядь, вас очень внимательно слушаю, кстати. Блин, у вас просто интонация такая, ну, страшная. Вы как будто... То есть я еще ничего не успела сказать, вы меня уже как будто подъебываете. Нет. Посередине предложения. Ага. Ага. Слушай внимательно. Нет, нет, нет. Нет, честное пионерство. Ну, короче, был, правда, был момент, когда было сложно найти удовольствие, и я не знала, как получать удовольствие без периода плохого до. Без пиздеца. Ну, без пиздеца, да. То есть на контрасте не понимала, как кайф этот получать. А потом я поняла, что есть какие-то вещи глумже, чем вот эти вот примитивные эмоциональные качели. Пашот. Пашот? Смузи, пашот. Пашот, смузи. Ну, не, реально, это же круто. Господи, я вижу, вам ничего не поможет. Пошел. Блять. Мне все она всказала. Пошел ты. Я думал. Пошел ты. Пошел ты, музей, сказал. Я в хорошем смысле, ребят, в хорошем. Честное пионерство, в хорошем смысле. Короче. К реке. Идите к реке. Давайте вот девушке. Привет. Привет. Я предоставлю вам выбор. Вам проблему про любовь или про мочу? Выбор очевиден. Знаешь, у нас есть другой выбор. Объедините проблему. О, боже, это будет очень сложно. У нас есть другой выбор. Давайте еще кому-нибудь микрофон доделать. Блин. У нас, я просто, вот смотрите, да. Слушай, это две мои любимые проблемы. Я хочу послушать. Хорошо, тогда про любовь. Вот давай. А я уже хочу про мочу. Нет, ну просто, что это такое? Пусть любовь плавно перетечет. Давайте последнее слово за вами. Я на рынке, что ли, куртку выбираю? А все, может быть, последнее слово за вами. Какое, моча или любовь? А можем кратко обе послушать? Хорошо. Про любовь. Если про мочу, я очень сильно боюсь разучиться писать. И у меня так было несколько раз. А про любовь, что я очень стесняюсь своей молодости. И мне очень стыдно иногда за то, что я выгляжу слишком молодой, по сравнению со своим большим возрастом. А сколько тебе лет? Мне 25. Ну-ка, дай-ка. Реально. Тебе реально 25? Ты выглядишь, ну, на 24. Это 100%. Как можно разучиться пописать? Ну вот у меня в этом есть проблема. Что, допустим, мы ехали... Может, ты еще слишком маленькая? Проблема с мочой заключается в том, что у меня несколько раз, особенно в самолете, ну вот как люди, они же не могут зачинать детей в космосе. Так вот, я, например, в самолете писать не могу. И у меня часто бывает, что я очень долго... Первый факт мы опустим, да, все? Все это знают. Я думал, в космосе нельзя писать карандашом. А, кстати, это правда биологически. А почему нельзя зачать ребенка в космосе? Ну, это такой факт, что дадим... Я тебе скажу, почему. Потому что сперматазует, да, и останавливаются такие, можно никуда не видеть. Нет, там просто, потому что вы летаете, вот так вот просто с фермой летит. Ну да, там раньше, что... Или потому что мужчины не беременуют. Ты в самолете не можешь писать. Почему? Потому что что? Я вот сажусь на горшок. Ну вот, как я стараюсь... Я стараюсь расслабить все свои чакры. В каком же ахуе люди слева и справа? Да? А почему тогда мама стучится? Быть членом моей семьи, это вообще очень весело. Так, садишься на горшок. Да, сажусь на горшок. Материально младшая. Я пытаюсь... Я самая старшая в семье, это ужасно. Насколько? Самая старшая. Я сажусь на горшок и что-то себя чувствую очень молодой. Туалетные приспособления. Пытаюсь расслабить свои чакры. Давай по буквам. Унитаз. Все верно. Да, сажусь на унитаз, пытаюсь расслабиться, но именно в этот момент все в моем организме останавливается. Я вот... У меня, кстати, так было не только в самолете, но и на заправке. Это степитель мочевый пузырь называется. Знаешь такой термин? Это типа как? Но есть, короче, такой феномен, что ты... Это такое... Мочевый пузырь такой... Не хочу. Уговори меня. Да. Нет, ну это значит, что ты же... Ты дома спокойно писаешь? Ну вот если я думаю о чем-то очень серьезном, вот, например, вот как вы сейчас на меня смотрите, я вот, наверное, не могу пописать. Так ты потому что в зале сидишь. Сейчас и не надо писать, не надо. Я уже пописала. Перед тем, как встретить, я пописала. Я специально это сделала, чтобы не пишут. Сколько это занимает времени обычно тебе? Ну, если я долго стеснялась, и мой мочевой пузырь долго стеснялась, ну, может, минуты две, это прям максимальный рекорд. А так, ну, если быстро писнуть, ну, секунды за десять. Не, ну, в самолете объективно страшно писать, но это из-за того, что там смыв вот этот... Ой, а вы знаете, мне один раз волосы засосало. Зачем вы мне насосали опять? Мне так один раз просто волосы засосало в туалет, ну, в поезде. И я очень сильно испугалась. Что? Интересно. Интересно, ты писаешь. Вопрос. Зачем ты головой туда смотришь или ничего себе, у тебя там такие волосы? Я была очень маленькой. Ну, как, мне было, может быть, лет десять. Я была очень маленькая, вот такая. Вот, да. И я залезла в унитаз. На стадии своего космического зачатия. Да. В общем, я была, ну, младше существенно, чем сейчас. И тогда в поездах поставили новые туалеты, вот эти, которые с педалью. А я привыкла, что кнопка где-то сзади. Ну, я такая, типа, что, где же, на где же, начала наклоняться, наклонилась. И случайно, короче, ногой нажала, и я поняла, что мои волосы уходят туда. Это было очень неприятно, это было еще ночью. Ну, все спали, но я очень сильно переживала, что от меня будет потом вонять, как раз-таки, кстати, мочой. Ну, это поезд, там невозможно понять. Возможно. Да, я скрыл из запаха ног и носков. Значит, у тебя стеснительный мочевой пузырь, а значит, что надо делать? Раскрепощать его. Именно, именно. Только как? А я тебе расскажу. Значит, тебе нужен психолог для мочевого пузыря, который будет говорить, ну, что ты стесняешься? Давай, писи, писи. А вот это сейчас опасно, вдруг я сейчас пописаю, что делать будем? Ну, зато решим проблему, да, создадим другую. Да, есть еще монаший пузырь. Это давай, ты уже туда не лезь. Это не уйти. Что монаший пузырь? Это когда ты можешь терпеть очень долго, типа, там, больше десяти часов. Это реально термин? Да. Ты знаешь все термины вокруг того, который тебе нужно узнать? Вокруг мочи, да. Одержимость. Монаший пузырь. Монаший пузырь. Вообще, мне кажется, такие-то люди-икс, пузыри-икс. Монаший пузырь. Теснительный пузырь. И они когда собираются вместе, они такие, мы должны спасти пузыри и другие. Слушайте, ну это, конечно, да. Монаший пузырь. Да, еще блядский пузырь, он где угодно может ссать. На глазах у людей обожают. Есть вариант, короче, встать вот так на унитаз, типа, ногами. Ну, типа, как курица сидит. Бля, вот из-за кого вот эти следы на унитазе. Я тогда думала, вот реально, вот у вас нет такого? В женский туалет заходишь, и вдруг следы на унитазе. Нет, в мужском туалете следи, следы по всей кабинке обычно. Даже на потолке. Встаешь, значит, ногами на унитазе. Да, встаешь ногами на унитазе. Сначала срываешь надпись «Не вставать ногами», потом встаешь. Нет, сначала можно вообще седло снять, чтобы потом не политься. Седло, так. Опять же, не лошадь, у-нитаз, напоминаю. А унитаза что? Седушка, седло. Седло, седло, нормально. Седло, да. Ну вот, сесть, и вот так вот ноги поставить, ну штанцы везут, словно снять. И вот просто расслабиться. И все, открывается портал, и оно все должно произойти. Ну и так получается? У меня, кстати говоря, ну мне моральные мои аспекты не позволили запачкать унитаз, но я слышала, что это получается. У меня просто сама по себе достаточно стеснительная. Вот мы, вот ты проговорилась. Я понял, в чем проблема. Ты слишком уважаешь унитазы. Ты слишком не хочешь опорочить их честь. А я тебе так скажу. Унитазы, те еще шлюхи. В них унитазы все ссут. Все, не только ты. Срут даже, блюют. А им хоть махны. Они белые, они даже не краснеют. Да, Леба, попробуем не через унижение унитаза, а через похвалу мочи. У тебя золотая моча, ты понимаешь? Да. Унитазы только в кайф принять. Вообще, на самом деле, может сделать какой-то бренд и назвать его Golden Queen. Нет, так далеко не надо свою мочу восхвалять. Значит, постарайся баланс. Дайте вам аплодисменты. Представляю, что мы решили все-таки проблему мочи. Мужчина с проблемой. Привет, меня зовут Егор, мне 28 лет. И у меня довольно типичная проблема. Меня френдзонит девушка. Что с этим делать? Господи, боже мой. Когда я взял мужчину, проблема опять женская. Что, не слышал про домогательство? Ладно. Выход, или иными словами, выход из френдзоны комфорта. Или выход из френдзоны в зону. Но это опасно, да. Есть какая-то уникальность в этой френдзоне? В чем проблема? Для меня уникальность, либо для девушки? Ну, конечно, для тебя. Для меня уникальность... Для нее ничего уникального, как я понимаю, в тебе нет. Мы прекрасно общаемся на протяжении двух-трех месяцев. Классно проводим время у нас. У нас много общих интересов, но дальше этого ничего не заходит. А как... Где остановка? Когда происходит остановка? На каком моменте? Когда ты понимаешь, что ты не можешь идти дальше, что упираешься во что-то? Ну, когда человек напрямую говорит то, что... Убери руки! Ну, что... Ну, нам прикольно общаться вместе, как друзья, но... Ну, я сейчас ментов вызову! Ну, дальше ничего не хочет, да? Что ты ей уже сказал? Ну, смотри, допустим, мне нетрудно признаться человеку, сказать то, что вот, ты там мне нравишься, симпатичный. Ну, ты ей сказал это, и она тебе ответила на это, типа, не-не-не, ты мне очень нравишься как человек, но отношения с тобой строить не буду, да? Ну, я подозреваю, да. Примерно вот что-то в таком духе. Она... что, это как-то... Подозреваешь? Она просто говорила... Теперь ты объяснишь, что это значит. Ну, не в такой формулировке, как вы сказали, но в целом примерно... Ну, а как она сказала тогда? Ну, нет какого-то влечения, возможно, к тебе просто, то есть... Как тебя зовут? Меня Егор зовут. Егор. Ну, смотри, дела плохи. Да? Я тебе сразу могу сказать, дела плохи, и я скажу, что шансов очень мало. Да? Сразу тебе говорю, что не надейся, что мы сейчас тебе поможем прям. Последние варианты, последние надежды, зацепочки можем тебе дать. Но домогательство — это круто. Нет-нет, домогательство... Домогательство — это риск, потому что не факт, что понравится, да? Это очень-очень большое. Как же я рада, что ты выцепил вообще из того, что тебе советовали мы вот именно то самое зерно. Это единственное действенное, по-моему. Как советовали мне ребята на суде? Я говорю, я говорю. Блин, да. Как мне советовал Костя Пушкин? Я ее домогался. Нет-нет-нет-нет. Я говорю, нет-нет-нет. Так, не смей так говорить. Не смей так говорить на суде. Значит, смотри. Вот я думаю, что единственный вариант решения проблемы кое-что. То есть у девушки есть такая, знаешь, есть у людей такая проблема, когда ему говорят напрямую о том, что вот ты мне нравишься, да? Но это как будто бы часто, ну, не прикольно. Ну, то есть, типа, ну, как будто бы хочется, чтобы это произошло как-то не через слова, а через действия, через... Не-не-не-не, не доволен. Тихо, тихо. Я не про домогательство. Это ребята, ребята, ребята. И чтобы ты сопротивлялась и говорила. Я понимаю, я понимаю, что есть тонкая грань. Тонкая грань. Почувствуйте, о чем я говорю, да? Это не значит, что ты должен прямо переходить личные границы, то есть, прямо вот так вот в сапогах, в грязь. Нет. Сними тапочки, да? Надень сменку. Спокойненько. Сделай правильный, приятный шаг, да? Выпейте вина, да? Не знаю. Добавь что-нибудь в вино. Да, да, но опять же, что-то, за что тебя потом не привлекут. Да, я уже вижу, как вот это вот, как уже это вообще не так поняты слова, как он уже с хлороформом вот так вот сзади. Или что ее может усыпить? Очередные твои разговоры. Я не имею в виду никаких переходов именно личной границы, но все-таки, да, есть момент, что не обязательно прямо всегда говорить, ты мне нравишься так, давай встречаться. Ну что это? Ну это же часто прямо какая-то болевота, да? То есть можно реально просто сделать какой-то красивый жест в ее сторону, да, потом так вот. А потом вот так вот зажмуриться и потянуться губками. Главное, не открывать глаза, чтобы не увидеть это отвращение. Знаете, чем отличаются люди от животных других? Животные все насилуют друг друга. Животные не занимаются любовью. Ты об этом говоришь? Теперь да. Да. Я хотел сказать, что людей отличает от животных речь, способность говорить и коммуницировать с помощью непосредственной информации. И не насиловать. И не насиловать, но это уже вторично. Это уже как договоритесь. Тут просто, если ей не нравится это, то, может, надо другую найти. Но обычно термин «френзлона» просто используется, когда, знаешь, ты уже прошел много времени, когда ты точно убедился, что человеку не нравится. А три месяца – это ведь не так много, но через какое-то время может все исправиться. Может, ей нужно чуть больше времени. Это еще не «френзлона», это «френз сизо» пока. Короче, я думаю, что нужно еще какое-то время просто попробовать общаться с ней. Чуть-чуть расслабиться. Попробуй изначально убрать важность этого вообще момента. Почувствуй самостоятельность. То есть, что ты, в принципе, самодостаточный. Не надо вот это «ты мне нужна», «я без тебя не могу», «я умираю». Вот это не надо делать, да? Чувствуется, что ты такой. Да, слушай, этого на самом деле вообще нету. То есть, в последнее время, ну, просто общение ради, наверное, общения. То есть, просто кайфово находиться с человеком. И нет такого, что там «ты мне нужна». Вот это вот, то, что ты показываешь, этого абсолютно нет. Здорово. Знаешь, еще совет. Блин, последний совет тебе даю. Надо добавить. Вот знаешь, бывает, ты сидишь, да, где-то в парке, не хочешь мороженое. Тебе говорят, хочешь мороженое? Говорят, не хочу мороженое. Тут рядом, тут начинает есть мороженое. Ты такой, блин, хочу мороженое. Да, это я к чему. Сидишь с ней, да, в один вечер, да. Видишь, что она не хочет мороженое, да. Ты достаешь мороженое. Ты достаешь мороженое. Начинаешь сам есть мороженое? Все. Спасибо. А сколько вот, я? А сколько, вот сколько вы считаете, во френд-зоне уже долго находиться? Три месяца, как будто, да, еще... Да, мне нужно еще пока знакомство идет. Реально, да, расслабься просто. Делай, что хочешь, и посмотри, как она будет реагировать. А? Она рядом сидит. Правда? Правда? Да не, она, конечно. Это та, которая 48 суток лет? Не, подожди, подожди, в смысле, это девушка рядом сидит? Да, мы вдвоем пришли. Дайте микрофон ей. Девушка, которая, этот, вертухайна френд-зоне. Говорите вы сейчас. Как вас зовут? Александра меня зовут. Александра, вы френд-зоните его? Ну, просто дружим. Мы пешки в этой игре. Я понял, что сейчас в этой френд-зоне появилось еще несколько стен. Ну, потому что вот я, честно говоря, предполагал, что он реально пришел за советом. Чтобы мы ему помогли, и он сейчас с этими советами пойдет работать. Да, а мы тут, тут сидит девушка, и Леша такой, посыпи что-то. Я тут мороженое покажу. Просто ты сидишь с чуваком вместе, какое-то время вы, допустим, в поезде едете, он говорит, сейчас мне долбоебу надо позвонить. И у тебя звонит телефон в этот момент, и он с тобой начинает разговаривать. Да, я так что, дружище, Мишин импосибл, пропало, все пропало. Все пропало. Поэтому, блин, по-моему, дружба – отличная вещь. Какие-то есть перспективы? Александра. Я пока не могу сказать. Ну, сейчас уже чуть меньше, да, истинно? Ну, я пока не могу сказать. Ну, вы столько, конечно, действенных методов посоветовали. Вот, вот, Александр, дай. Я скажу, прошу один вопрос. Я думаю, однозначно что-то сработает. Вот, вот, я сейчас спрошу один вопрос. А как парни зовут? Егор. Послушай сейчас внимательно ответ на этот вопрос. Александра, скажи, пожалуйста, из всех перечисленных вариантов, был хоть один, который чисто в теории может на тебя подействовать? Я даже затрудняюсь, если честно, выбрать между вариантами. Не-не-не-не, смотри, смотри, тебе не нужно сейчас выбирать. Просто скажи, был хоть один? Время покажет точно. Если вы уже впутали оба нас в эту историю, мы уже лезем в вашу личную жизнь. А тебе он нравится как парень? На самом деле, я вообще считаю, что вот он идеальный партнер. Вот, серьезно. У меня даже список был, ну, вот, качеств партнера, вот он подо все подходит. Но при этом у меня почему-то не возникает какого-то влечения. Ну, секса не хочется, да? Ну, блин, вообще, мы просто такой ситуации, то есть, по сути, Егор же это спросил, чтобы тебе что-то сказать. То есть, наши-то ответы, ну, похуй. Это же просто очередной раз Егор решил тебе сказать о своих чувствах. И мы все впутаны в какую-то хуйню. Вы чувствуете? Вы чувствуете, блядь? Реально. Мы сейчас как будто, по сути, знаете, это вот это, когда при всем зале сделала девушке предложение, она сказала нет. Она сказала, время покажет. Время показало нет. Как никогда подходит. Ну, что ж, это режим ожидания. И вернемся к девушкам. Привет всем, меня зовут Даша. Проблема в том, что мой молодой человек стремительно становится дедом. А тебе сколько лет? Мне 25. Ему 70. Ему 26 уже. Вот, я не знаю, может быть, 26 это какая-то грань. Потому что начиналось все как-то невинно, с каких-то там каламбуров, с каких-то пословиц иногда там и здесь. А потом он уже слушает радио утром, вечером пьет квас, каждый вечер. Дед инсайд. Момент произошел, когда во время секса он сказал фразу, как по маслу пошло. И тут я поняла, что у нас проблемы. Потому что он еще не вошел. Он был ванной. Реально масло трахал. Я теперь думаю, как, не знаю, его приободрить, чтобы он по жизни, я не знаю, так быстро не состарился. И чтобы самой не соскупеть раньше времени. Соскупеть. Слава, блин. Ты ему отвечай по говорке, он говорит, как по маслу пошло, а ты говоришь, малый золотник, да дорог. Блин, ну. Ты хочешь, что, омолодить деда или что? Или не дать застарить дальше? Да, как бы нам с обоим не состариться, потому что это очень заразительно. Я, честно, не понимаю, но тут как будто бы, ну, что, то есть, а если пугает, ну, скажи, ты дед ебаный. Прям вот так ему скажи. Кстати, так не говорила, надо попробовать. В какой-то момент просто заебал, дед ебаный. Иди посри на горшок, блин. Можно с тобой горшок убрать. Еще раз такое скажешь, блядь, я тебе в деддом сдам. Деддом. Деддом это круто. Хорошо, спасибо, вы помогли. Да, да, прям агрессию выпусти. Доведи до инсульта, дедырю. Так, давайте сразу, а вот девушка рядом тянула, да? Мой парень, дед. Давайте сразу просто, чтобы... Да, здравствуйте. Привет. Меня зовут Катя, мне 26 лет, если это сейчас важно. Я стала в последнее время какой-то уже ненормальной тревожной. То есть моя тревожность выросла до такого уровня, что если раньше она была по стилю, ой, у меня важный экзамен, мне там страшно, у меня 50 тысяч сценариев в голове, как это может произойти, то сейчас у меня, ну я там разбираюсь немножко со своим здоровьем, и у меня там, не знаю, пару единиц в анализе, в цифрах, куда-то не туда, и все. Я уже, ну кажется, я умру, а я все внутренне могу уже успокоиться окончательно, и типа, блин, мир несправедливый, блин, все плохое, и типа, как-то уже внутреннюю какую-то опору найти, и это пипец как сложно. Вот, в целом, проблему. Подрочи. Я серьезно говорю, я правда, я серьезно, я читал, я читал, я читал, я читал. Сколько раз в день это делать, чтобы это помогало? Помогает, я прям сейчас это делаю. Вообще никакой тревоги, мне 40, сука, 8. Тревога только помогает. Рука трясется сильнее. Пять-десять минут, и потом ты такой, блядь, 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 блядь. А тебе сколько надо? Ты думаешь, люди больше находятся в этом состоянии? То есть люди дрочат каждые пять-десять минут? Нет, люди пять минут в день нормально себя чувствуют. Черт. Есть, они помогают, есть депрессанты. Но я думаю, я все-таки настаиваю, что надо научиться принимать тревожность за хуету ебаную. Ладно, давайте, не будем к серьезным вещам. Спасибо большое, ребят. Здоровья. А вот молодой человек. Молодой человек, наконец-то. Миша, 19. Я очень молодой здесь, в зале. Нормально. А вот, среди всех тут находящихся... Ну, в общем, у меня, короче, отсутствуют негативные эмоции. Я не знаю, как это работает. Я начал это замечать изначально на смерти близких людей и домашних животных. Я не знаю, ну, типа, умирает какой-то близкий человек или животное, а я просто ничего не испытываю. А давай мы что-то позовем сразу же. Давай, выходи сюда. Не чувствую именно негатива. Типа, позитив, всякие хорошие эмоции, типа, радость. Короче, мы должны тебе помочь сделать твою жизнь хуже. Ну, типа, каких-то, ну, не знаю, красок, что ли, добавить. Ты не испытываешь негатив. Так, какая у тебя тогда проблема? Ну, так проблема в том, что у меня либо идут счастливые моменты в жизни, либо отсутствие эмоций. А отсутствие эмоций мне не нравится. Как ты понимаешь, что это проблема? А я тебе объясню. Человек не может социализироваться в России, потому что он единственный здесь счастлив. И люди вокруг такие, ты что, охуел, блядь? Мне тревожно. По нему мерятся в итоге. Да даже если так, как ты чувствуешь, что это проблема? Ну, я не импонирую людям, например. Ну. Ну, то есть... Так тебе же и похуй. Вот. Но в этом-то и проблема. Я хочу сводить, там, девушку в кино или еще куда-нибудь, да? Сводил. Там. Любовный акт. Да. Как все положено. Любовный акт — это что? Секс. Секс. Да. Я же молодой человек. Я выражаюсь пока что грамотно. Могу себе позволить выражаться грамотно. Все как по маслу. Все как по маслу. Для более возрастной аудитории. И типа буквально через день, ну, все, для меня человек пропал. Ну, то есть если мне не напишет, я забыл. Ну, типа... Слушай, все мечтают жить как ты. Мне сложно именно с этим жить, потому что, ну, люди, например, не понимают. Ну, там, произошла там какая-то нереальнейшая контрольная, там, все там... А-а-а, переживаю. Мне, ну, типа... Контрольная — это смерть близких, ты это называешь? Контрольная зачистка. Нереальнейшая. И он приходит и такой, блин. Через два дня. А что вчера было? Здесь в универе, собственно, там, друзья, знакомые, коллеги, не знаю, как они назвать. Ну, в общем, те, кто... В универе? Да. Однокурсники. Однокурсники, точно. Друзья, знакомые, коллеги. Ну, вот. Они, там, страшно переживают по этому поводу, там, есть люди, кто плачет, есть люди, кто страшно готовится. Мне насрать, я и не готовлюсь, ничего не делаю. Да, ты настоящий двоечник. Ну, да. Тот самый классический, похуистический, идеалистический двоечник. Хотя насрать и прямо перед экзаменом насрать? Да. Да и мне на экзамене насрать. Прям можешь насрать, на экзамене насрать можешь? Да. Ну, нет, ладно, нет. Чувак, ты понял, о чем я говорю? Попробуй дойти до крайности. Прям насри на экзамене. Серьезно тебе говорю. Вот прям возьми, сними штаны, навали кучу и скажи, вот моя контроша. Проверяйте. Ну, ладно, а если откажут в любовном акте? У меня такое уже было и не раз, но типа, ну и ладно. Просто дальше пошел. Блин, слушай, скажи, пожалуйста, смотри. Ну, смотри. До следующей остановки. Вот смотри, ты же, ты же был ребенком, да. Ты же, когда был ребенок, как все, плакал, да? Или ты никогда не плакал, ты такой... Ну, родители это отрицают. Ну, я, я считаю, что по-любому плакал, но я же ребенок. Что, тебе родители говорят, ты никогда не плакал? Ну, они говорят, нет, они говорят, переворачивали у тебя вот так вот, и ты переставал. Бля, ты кукла? Ты переворачивал, глаза закрывались. Так, а расскажи, что самое печальное происходило в последний раз? Это потеря близких людей, ну, типа, вот у меня в школе был там друг, с которым я страшно хорошо общался, там, мы с ним делали кучу всего вместе, там, были планы на будущее, а он взял просто, ну, типа, и в 18, все, ну, умер. Ну, типа, да. Все планы сорвал, пидорас. Ну, в плане, ну, для меня это звучит как, ну, пропал человек и пропал человек. Да, случился смертельный акт. Смертельный акт, да. Ну, типа, вот. Или у меня была такая же история, типа, мне было 17, я гулял с девочкой, там, все у нас нормально шло, полгода. Мы дружили, все дела. И умерла. Да. А причем на следующий день, когда мы погуляли, ее сбила маршрутка, и там дальше... Плакала половина маршрутка. Ты живешь, ты живешь в каком-то фильме, но это реально круто. Нет, ну, глобально это как будто бы звучит, как будто бы какой-то гормональный сбой. Нет, ты не проходил никакое... Нет, я вообще ничего не проходил. Ну, я же мальчик, человек, я пойду, что ли, к врачу, что ли? Нет, ну, то есть, подожди, подожди, ну, ты вообще, то есть, ты плакал когда-то? В последний раз когда-то плакал? Ну, пендицит, когда меня вырезали, было очень больно. Ну, прям настолько больно, что... Плакал. То есть... Да. То есть боль, да? Ну, прям адская боль, да. Адская боль тебя все-таки расстраивает. Ну, это разочек было, да. Каюсь, каюсь было. То есть ты намекаешь на то, чтобы маршрутка уже с ним по взаимодействовала? Есть мазохизм, да. Для чего вообще, кстати, мазохизм? Я всегда думал, зачем вообще мазохизм? Возможно, для этого. То есть, ну, понимаешь, о чем я говорю? То есть причинить себе какую-то умышленную боль, да? Слезы потекут, прикинь. Слезы текут, слезы текут. Ты ноешь, ревешь, как девочка, как сучка, ноешь. Прям говоришь, хватит, хватит. Я понял, я понял. Мне больно. Я больше даже не хочу. Прикинь. Звучит лучше, чем, ну, типа, сейчас, да. Мазохизм. Все это на экзамене. Ты знаешь как? То есть, по сути, ты просто не сближаешься ни с чем в твоей жизни. Играешь, типа, в карточную игру. У тебя, ну, типа, ты ставишь 300 рублей, и тебе в целом похуй, что ты проиграешь. Или у тебя на кону прям, ну, куча всего. И ты поэтому поставил это, и боишься это потерять. Или, наоборот, рад от того, что приобрел что-то. Ну, понимаешь, что, типа, у тебя ставки просто занижены максимально. Ты тоже не сближаешься. У тебя поэтому в целом жизнь так проходит. Ты ее, ну, не ощущаешь в полной мере. Это, возможно, неплохо. Может, так прикольнее. То есть, вот смотри, сидит тревожная пиздец. Это совсем. Вот, каждые пять минут дрочат. Тебя нужна такая жизнь. Давай, может быть, поговорим о том, что ты любишь. Есть у тебя что-то, что ты прям любишь делать? Увлечение. Какое? Я танцую. Танцуешь что? Уличный стиль танцев. Хип-хоп? Ну, типа, да. Уличный – это когда уличный музыкант стоит рядом с ним, чувак. Были такие моменты, что на улице танцевал, и кто-то собирал деньги. Я собирал. Ты сам и собирал? Да. И ты не плакал? Нет, а что плакать? Ты ходишь, наверное, сейчас в какой-то… Нет, я преподаю сейчас. Ты преподаешь? Ну, да. И тебе это нравится? Ну, мне это нравится, да. Ну, а если что-то вдруг случится такое, или там на работе случается, что вдруг, ну, то, что тебе нравится, ты не можешь делать? Если придет такой более крутой танцор и говорит, я забираю твою школу танцев, до свидания. Ну, и ладно, типа, буду дома танцевать, снимать ребёнка. Ну, все-таки, какие проблемы? Надо так жить дальше. Как же хочется испортить счастливому человеку жизнь. Да, 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 сейчас получится, ребят. Задача. Если тебе скажут, ты никогда больше не можешь заниматься танцами. Ну, я попробую что-нибудь другое найти. А если тебе скажут, ты никогда не сможешь попробовать ничего другого найти. Ну, останусь, типа, просто дома, в каком-то ночном сидеть. Ты такой, ну, тогда я остаюсь в танцах. Они говорят, что, черт возьми, ладно. Проблема в том, что живу поверхностно. Да. Вот. И я не понимаю свою цель. А ты уверен, что ты поверхностно живешь, или потому что тебе доктор сказал так? Ну, поверхностно, это не в плане плохо, а просто, что, типа, ставку большую не играет. Да, имеется в виду, что... Так можно и играть, и все равно не переживать. Я не супер, типа, богатый, не супер хорошо танцую, ну, на мой взгляд. Не супер, там, делаю... А что ты тогда учишь? Ну, да. Чему ты учишь? Не очень хорошая танцевальная школа? Ну, типа... Он учит хороших танцоров, не очень хорошо танцевать. Мне кажется, ты попал под влияние вот всего, что происходит сейчас, где очень много тревожных людей, депрессивных, они реально есть. И ты думаешь, что ты какой-то не такой. То есть тебе нужно соответствовать, то есть тебе кажется, что нормально сейчас в мире быть несчастным. А на деле кайфони уже и вообще расслабься. Ну, типа, если ты не испытываешь плохих эмоций, если ты не можешь почувствовать тревогу, это вообще заебись. Скорее всего, однажды ты это почувствуешь, и тебе не понравилось. Ну да, кстати, в девятнадцать, мне кажется, я тоже не испытывал тревогу никогда. Блин, ребят, это... А потом я перестал быть танцором, и все, хрен, не понравилось. Ты сам должен ощутить, нужно ли тебе меняться. Или нужно принять вот то, как сейчас есть. То есть, скорее всего, постепенно, ну, типа, со стечением лет ты столкнешься с ебанными проблемами, которые испортят тебе кайф. А вот и это. То, о чем ты говоришь. Что? Смотри. Смотри. Есть антидепрессанты. Да. Значит, есть депрессанты. Они есть, реально. Депрессанты. Да, у меня брат принимал депрессанты. Я прописываю тебе депрессанты. Но это тоже антидепрессанты. Да, значит, слушаешь дельфин каждый день по четыре часа. Слушаешь дельфинов, правильно говорить. Да, вот так включаешь и... Они так говорят? Это так дельфины? Да. Они говорят, мы обязательно встретимся. Ну, хорошо. Спасибо. Бля, чувак. Я вот тебе... Не, ну круто, что ты, блин... Так, блядь, тебе пизды хочется. Понял. Я понял, вот почему мне так не нравится Миша. Потому что, по сути, Миша – это то, что мы хотим видеть в конце нашей терапии. То есть, это то, к чему мы хотим привести всех больных. А он уже такой. Это мы хотим, чтобы это было после. А это до. А у тебя хуй большой? Ну, я не знаю, но средний, наверное. Блин. Да я уверен, что всех устраивает. А если нет, то ему все равно. Так, согласись, так хочется найти изъян, да, чтобы думать, сука, ведь что-то в тебе... Я считаю, вот нам нужно понять, что есть такие люди, у которых все заебись, и не завидовать ему, а поздравить его с тем, что это идеальная жизнь. Ту, которую нам всем бы с вами хотелось, но она есть у Миши. Миш. Когда люди умирают вокруг, и ему все равно. Мишка, респект. Миша, Миша, Миша. Никто не подорвался. Мы сделали его еще счастливее, а он просил об обратном. Супер, пара движений в конце. Миш. Пару движений? Мишка, давай нам пару движений. Давай пару движений, и попробуй после этого не кринжануть. Давай. Давай, положи телефон, давай, и давай. Тут пару движений, вот здесь вот. Давай, давай, давай. Хлопаем, Мишки, давайте все. Мы сделали еще счастливее его. Зачем вы хлопали? Мишка, спасибо. Давайте все вместе. Не, ну я хотя бы увидел изъян теперь. Миш, ты чувствуешь это? Не, ну по правде, танцует он хуево. Мне так нравится, сейчас я не делаю ничего плохого, я ему делаю хорошо. Миша, ты хуевый танцор. Но респект, Мишка, правда, респект. Это прямо круто. Молодец. И мы узнали, что у Миши... Я считаю, кого ты воспитал, то и получай. Ну все, как будто к государственному психологу сходил. Так, еще, давайте. Давайте девушку вот очень активно. Мне 18, да? Давно, несколько лет пью таблетки от головы. Ну то есть в психиатру хожу. Вот. И знаете, мне нет сексуального влечения никакого вообще. Что-что? Не спитываю сексуального влечения. Ну в смысле, секс не получается, ничего, знаете? Да. Это нормально. Ну я не понимаю, но то есть... Собя, которому 40, сука, 8 лет. Ну до этого было, то есть все нормально. Ну, можно сказать, да? А сейчас просто нет, не получается ничего. И я думаю, это за таблеток. Я хочу, короче, сходите спросить, так ли это? Ну потому что меня это тревожит. Давай я решу сейчас твою проблему. Можно, да? Сходи, спроси. Ну, понимаете? Ну я просто стесняюсь врачу говорить. Знаете, я сексом хоть занимаюсь, но я не могу, да? То есть ты перед семью камерами не постеснялась сказать? Ну да, не постеснялась. Пошла отправим видеозапись врачу. Я прям тебе. Я вырежу тебе вот этот кусочек твоего вопроса, и можешь ему на флешке передать. Просто есть пословица. Будешь стесняться, не будешь ебаться. Да, да, не хотелось бы. Вот и все. Очень ебаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Такая нестандартная проблема. Ну, позавчера мужу удалили шесть зубов, а сегодня подругу позвала праздновать день рождения в ресторан. Вопрос в том, как избавиться от чувства вины перед мужем. Ешьте пюре. У меня все зубы на месте. Просто я сейчас приду домой, а меня спросят, что вы там ели. А как вас зовут? Меня Таня. Давай отрепетируем. Сейчас мы все вместе пройдем, отрепетируем разговор. Я думаю, я думаю, я захожу домой. Таня, где ты была? Я была на дне рождения в ресторане. Что вы там делали? Еле пили. Где мои зубы? Ладно, ребята, это шуточка. Если мы хотим помочь, да? Конечно. Если тебе прям реально не хочешь чувство вины испытывать. Конечно. Выбей себе шесть зубов. Я тебе серьезно говорю. Если прям так не хочешь. Да, приди, скажи, орехи жрали что-то жесткое. А если ты не хочешь себе удалять зубы, значит, тебе и так насрать на своего мужа. Значит, чувство вины у тебя никакого нет. Микрофончик, передавайте, пожалуйста. Так. Всем привет. Меня зовут Илья. Мне 28 лет. У меня такая проблема, что, получается, я сам с небольшого городка и там все время в школу пошел, потом в колледж, в университет, там работы менял. И так получилось, что за все это время какие-то друзья появлялись, но в целом они все время отваливались, отваливались, отваливались. И сейчас получилось как будто таки так, что их вокруг вообще нет. Тебе надо, короче, жениться и вообще-то, да, друзей нельзя будет заводить и все. Кстати, да. И тебе не нужно будет, проблем не будет никаких. Другие будут проблемы. Жена, лучший друг, вот и все. Илья, вот ты готов сегодня с кем-то начать общаться, дружить? Ну, уже поздно, конечно. Ну, нет, 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 подожди, Илья, Илья, я тебе задаю вопрос. Ты готов сегодня, ну, с кем-то, не знаю, ну, начать там обняться контактами, начать дружить? Да, да, да. Да в целом, да смотри, я недавно был в магазине. Я не собираюсь сейчас с тобой дружить. Я понимаю, что ты хочешь сразу меня ввести в курсе. Это просто кейс, вот один из которых был, что я покупал лыжи себе и просто случайно там какой-то чувак со мной заобщался, типа вот там катается на горных лыжах, говорю, о, круто тоже. И он такой, типа вот собираюсь там в Кировск лететь, я такой, мы тоже там с друзьями когда-то собирались. Он такой, давай обняемся контактами, ну, то есть он мои взял, говорит, я тебе напишу там, со что сконтактимся. Ну, в итоге он не написал тоже. Я думаю, может, не надо было и у него взять их, а то свои дал и все. Илья, ну, во-первых, сразу, первый напрашившийся совет, попробуй не использовать вообще ни слова кейс. Хорошо. Да. Это с работы немножко. Я советую, попробуй просто, я думаю, жизнь зацветет. Хорошо. Новыми красными. Попробуй взять слово кейс, открыть кейс, закрыть и выкинуть этот кейс в реку. Попробуй не использовать слово кейс, и жизнь пойдет как по маслу. Есть какая-то, не знаю, страничка, можем сейчас о ней сказать? У меня ничего нет, только телега. Только телега. Давай номер твой в описании оставим. Спасибо. Готов к терроризму. Я имею в виду к терроризму людей, которые сейчас будут тебе писать очень много людей, говорит, давай дружить. Главное, чтобы написали, конечно. Какие ноль. Чувак с лыжами такой сразу, я забаню на всякий случай, мало ли он найдет мой номер. Вот сегодня сейчас попробую просто впервые всех пойти к выходу и там стоять. Я думаю, уверен, что вот похлопайте, кто бы с Ильей пообщался. Ильюха, Ильюха, я тебе советую быстрее выходить и идти домой. Либо пообщаться и понять, что общение переоценено. Одиночество заебись. Да. Спасибо. Всем привет, меня зовут Влад, мне 31 год. У меня такая проблема, скажем, с принятием себя и своих решений в прошлом. Самое главное – это вес, потому что вот буквально недавно в Новый год я был в худшей своей форме. Это нормально, это Новый год. Я похудел с тех пор на 5 килограммов. И, в общем, я смотрел фотографии свои в прошлом, думаю, блин, вот сейчас я толстый. А тогда я был вот худой. Проходит какое-то время, смотрю на фотографии, которые вот там… Были недавно. Были недавно, да. Я такой, нет, вот тогда я точно был худой, сейчас я еще толще. И это продолжается уже, ну, там, не знаю, уже долго, лет 13, наверное. Да. Ну и так и что, видишь, значит, ты все время худой. Точно. У тебя со зрением просто что-то… Ты все время смотришь на фотки, ты был худой. В чем проблема? Принимай себя. Тут как бы вторая проблема – это прошлые какие-то решения. Например, не знаю, карьерный какой-то трек. То есть я думал, там, не знаю. Трек? Ты рэпер? В карьере выступает. Хотел стать как раз музыкантом или музыкальным продюсером. Меня не позвали на стажировку, хотя я очень на нее хотел. И я пошел вообще в другую сферу, в ней развиваюсь. И вот сейчас думаю… Ты пошел именно в сферу. В сферу. Я тебе скажу, ты уже в сфере. В сферу транспорта. Дружище, вот смотри, давай подытожим сейчас. Вот опиши ее прямо в одном предложении. Что тебе больше беспокоит в своей жизни? Ну, не знаю. Я бы это назвал как жизнь на паузе или что-то подобное. Что цепляешься за какие-то решения в прошлом и думаешь, время упущено. Да. И ты не хочешь начинать что-то новое. Ты сколько хочешь жить примерно лет? 32, прикинь? Нет, ну реально. Если так, то реально все плохо. Если 32, то все уже поздно реально. А если… Ну, хотя наоборот, сейчас самое время. А если ты забираешься, допустим, ну вот допустим, да, ну 70 хочешь? Ну, даже, наверное, 80. 80 лет. И то есть ты, у тебя есть еще 49 лет. И ты все 49 лет будешь думать о том, что что-то не успел. Просто, блядь, снимай жизнь на паузу. Жми на плей, братан. Вперед. Да не, реально, ты все время, что ты не занимался там музыкой, например, ты накапливал другой просто опыт. Ты сейчас пришел в точку, когда ты сам решил музыкой заняться. Ты транспортом занимаешься. Ты можешь зато в любое место приехать и там музыкой начать заниматься. Ты организовываешь какой-то городской вид транспорта, да? Ну, точнее… Ну, типа ты просто, типа, это… Что делаешь? Хороший вопрос. Все-таки, да, все-таки нужно именно это спросить. Да. Хочется прям понять, да, нюанс? Что ты делаешь прям, вот, хочется понять? Ну, скажем так, графическим дизайном в транспорте. Ты пишешь «это электробус на автобусах». Практически, да, но не совсем, но почти, да. А мне еще, знаешь, чего не хватает? Мне еще не хватает надписей «это не электробус». На других машинах. Да, да, потому что я еду такой «это электробус или нет?» Более того, я бы хотела, чтобы это вообще все у меня подписали, что это не электробус, потому что, да, я взяла недавно попить, и там я подумала, что это электробус, но потому что мне написали. Это не электробус. Мне нужно, чтобы безъебы было объяснять. Поэтому в Элизе каждый день приходится напоминать, что я не электробус. Она хочет у меня сесть каждый день. Бро, тебе просто должен принять вызов, да? Вот ты говоришь, я там вот похудел. Пять килограмм – это много достаточно. Ты сбросил с Нового года пять килограмм – это много. Обознатил, что тебе не хватает вызова. Ставь дальше еще пять килограмм, да? Десять поставь, сброси дальше. Ставь цель, иди вперед. Тридцатин год. Еще очень много тебе можно что попробовать сделать. Если ты любишь музыку, ты уже даже знаешь, что ты любишь. Это вообще. У нас много раз приходили люди, которым не нравится их работа, и они себя бы хотели в чем-то попробовать, и даже не знают в чем, что ебать, какой трудный для них путь. А ты уже знаешь, что ты любишь музыку, умеешь играть на инструментах. Это не заново начинать. Просто сиди и кайфуй. Музыкант – это не тот, кто работает музыкантом. Это тот, кто не может жить без музыки. Блин, абсолютно верно. Тебе нужно преодолевать. Тебе надо взять сейчас же, вот здесь же, сиди на этом месте, и сделать то, что ты даже от себя бы не ждал, что ты сможешь это. А можешь прямо сейчас ебануть какую-нибудь песенку нам? Чтоб мы все такие, ебать, какой чувак. Или хотя бы пернем в микрофон вот так, пока ты держишь его так удобно. Давай вот, блядь, выйди за пределы своих вот стереотипов, что так, кто делает. Ебани-ка нам что-нибудь. Но, наверное, все-таки нет. Я попаю. Эммти спейсес. What I was living for. Не надо делать, чтобы вы тех знаете. Они поют, они заебись поют. Таузен плейсес. Не ведись на эту хуйню, ты ничего не знаешь. В смысле ничего не знаешь? Мы пытались спеть, и никто просто пиздец. Я только что понял, что моя мотивационная речь заслуживала именно вот этого. Нет, я не могу сейчас так. Я настолько хуёво. На, встань иди! Я не хочу. Нет, наверное, нет все-таки. На счет всего, на самом деле, очень круто. Я только что понял, что мне надо замотивироваться работать с мотивационными речами, иначе какой-то хуйня получается. Спасибо, что дал мне путь в жизнь. Я поработаю над собой, и когда ты в следующий раз придешь, ты у меня запоешь. Круто, мы друг друга замотивировали. Это, наверное, редкость. В смысле друг друга? Ну, я и Костя. Ты думаешь, мы не слышали ничего, что происходило? Я не буду ничего делать, извините. Нет, ну насчет всего остального, вообще классно просто. Но зерно мы какое-то сказали тебе? Да, очень круто. Да? Да, очень круто. Я пошел, можно? И мы узнали, что у Влада... Случилось! Ребят, спасибо огромное. На этом у нас все. Спасибо, что пришли. Приходите на офлайн-шоу каждую среду.